Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Сегодня воскресенье посвящено воспоминанию о притче, которую Господь поведал. Вот этот рассказ о блудном сыне. Что произошло, когда Отец прощает блудного сына? Не просто прощает, он его награждает, он велит заколоть тельца упитанного. А для людей, которые занимались скотоводством, заколание такого упитанного тельца обычно сопровождалось празднованиями. И вот возвращается блудный сын к отцу. Он блудный, потому что он заблудился в жизни. Он попросил у отца разделить имение, забрал всю свою часть, которая ему полагалась, ушел неизвестно куда. И, как в народе говорят, промотал все это добро. Жил греховно, видимо, распутствовал. Тратил деньги на удовлетворение своих страстей. Другими словами, и душу свою погубил. И, конечно, погубил результаты труда своего отца. И вот возвращается этот блудный сын домой, понимая, что единственная возможность для него спастись от голода, в частности, остаться живым. Вернуться в дом отца, где, как он вспомнил, слуги живут лучше, чем он сейчас живет. И мы знаем, что отец принимает его, не просто принимает, велит облачить его в одежде, перстень ему вручает, как знак не просто свысыновства, но и как знак особой, особой чести. Он возвышает своего блудного сына. За что? Не за что. Только за то, что блудный сын нашел в себе силы вернуться к отцу. И какая награда? Наравне с добрым и хорошим сыном поставила сына блудного. И сделал даже более, что и породила роботу сына старшего, который не уходил из дома отца. Был послушлив, делал все, чтобы приумножить богатство и благосостояние семьи. И вот, казалось бы, это прича несправедливости. Но в самом же деле плохой был этот блудный сын. Бросил дом, забрал причитающиеся ему деньги. Все эти деньги потратил на грех, на распутство. Но с точки зрения справедливости он должен был быть наказан. А отец не наказывает этого блудного сына. Вот в этой притче как бы сталкиваются две ценности человеческого бытия. Справедливость и любовь. И та, и другая имеют огромное значение для жизни людей. Без справедливости не может существовать человеческое общество. Это знает каждый. Справедливости ищут у государства, когда обращаются в суд. Справедливость ищут у церкви, когда обращаются к духовнику с просьбой рассудить, как нужно поступить в той или иной жизненной ситуации. Справедливость очень важна для человеческого общежития. Но отец нарушает эту справедливость. И недостойного сына он поставляет рядом с собой. Как и сына верного, доброго, наверное, трудолюбивого. И, конечно, это не могло не поколебать внутреннего состояния сына верного и доброго. И евангельский рассказ передает нам это недоумение, даже, наверное, возмущение этого сына. А отец отвечает ему, «Твой брат пропал и нашелся. Какая же радость, какое же счастье». Вот это повествование помогает нам понять, что в божьем замысле любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость. Очень часто в наших семьях, в трудовых коллективах, да вообще во многих объединениях людей возникают конфликты и нередко очень сложные конфликты. Сталкиваются противоречия, особенно опасно, когда это происходит в семье. И, конечно, каждый взывает справедливость из участников конфликта. Каждый говорит про другого. Он неправильно, несправедливо поступил. По справедливости нужно поступить. И иногда, боясь за эту справедливость, еще более и более углубляются конфликты. Настолько, что уже как бы и выхода из этого конфликта больше нет. А вот Господь нам сегодня через эту притчу дает прямое указание, как можно исцелить любой конфликт, любое противоречие, будь то в семье, в любом объединении людей, в отношениях между странами и народами, в глобальном масштабе, как можно по-настоящему раз и навсегда все эти конфликты и противоречия стереть, исцелить и избавить род человеческий от сопровождающих эти конфликты страданий. Нужно только обратиться к Божьему закону жизни, а не к человеческому. Возможно ли это? Навряд ли. Особенно в масштабах всего человеческого рода. Как много людей, которые Бога не верят и законов божественных не знают. А как много тех, которые Бога верят, законы божественные знают, а по законам не поступают. Ну и что же тогда? Напрасно нам дана была сегодняшняя притча. Напрасно Господь предложил ее своим ученикам и через учеников всему миру. И совсем не напрасно мы вспоминаем это евангельское повествование в преддверии Великого Поста. Потому что есть одна только возможность. разрешить проблемы и осуществить тот идеал, который дается нам в этой притче. Это тогда, когда мы сами поставляем себя под суд своей совести, под суд Божий. Когда мы видим свои грехи. Вот когда их видим, тогда мы становимся милостивыми к грехам других людей. Когда мы сознаем свою неправду, мы становимся способными увидеть правду другого человека. И это верно работает. И непреложно. Потому что таков закон Божий. На любом уровне. Начиная от отношений в семье, в обществе, в государстве и даже в отношениях между странами и народами. Дай Бог, чтобы эта божественная воля, которая явлена через замечательное, дивное евангельское повествование сегодняшнего дня, помогла всем нам с этими добрыми и нужными мыслями войти в поприще Великого Поста. Именно в преддверии этого поприща и предлагается нам сегодняшнее евангельское чтение. Дай нам, Господь, каждому в первую очередь видеть свои грехи и быть способными прощать другого человека. Если будет так, то мы спасемся. потому что именно в этих противоречиях и конфликтах обнаруживается, реализует себя и приносит скорбь и страдания человеческий грех как тому, кто этот грех совершает, так и тем, с кем этот грех соприкасается. Помоги нам всем, Господь, проникнуться мудростью сегодняшнего евангельского повествования и быть способными поступать так, как поступил отец, принявший блудного сына. Да так, как и сам блудный сын поступил, придя и раскаившись пред отцом своим и как будто бы не имел никакого шанса на то, чтобы получить прощение и оправдание, но ведь получил и прощение и оправдание. И именно поэтому Господь и предлагает нам это замечательное повествование тогда, когда Церковь и все мы устремляемся навстречу Великопостному покрищу с тем, чтобы через пост, молитву и покаяние очистить свою душу по возможности освободиться от своих грехов и с великим чувством радости и веры встретить светлое Христово воскресенье. Всех вас поздравляю с воскресным днем. Христово 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 Великопостному